Итак, мы прибыли в место, которое называется Варшана. А, как уже Прабуджи говорил, эта гора является Брамаджи Парват, сам Брама. Я прошу прощения, там сказал, что эта гора является самим Брамой. Там дальше за ней есть еще одна гора, которая называется Вишну Парват. Это, то есть, сам Вишну проявился. И Нандагаон стоит на горе, в которой проявился Шива. И на самом деле, когда... Когда Кришна был доволен служением Брамы, его молитвами, он проявился и говорит, проси у меня благословления. И он говорит, я хочу родиться, когда ты придешь на эту землю в твоих земных играх. И тогда Кришна спросил, а кем ты хочешь быть? Ты хочешь быть моим другом? Брама сказал, нет, нет, я не квалифицирован. А кем же ты хочешь быть? Может быть, какой... Я не знаю, там... Каким-нибудь животным? И Брама говорит, нет, нет, я не квалифицирован. И тогда... И тогда он говорит, может быть, ты хочешь быть... Кришна спрашивает у него, может быть, ты хочешь быть тогда, там, цветочком, листочком, каким-нибудь растением? И Брама говорит, нет, я и этого на самом деле не достоин. И Кришна говорит, ну, а что тогда ты хочешь? Я даже не знаю, что уже тебе предложить. И тогда он сказал, я хочу быть камнем. И Гурдэв спрашивает, как вы думаете, почему он захотел быть камнем? Чтобы когда гопи... Когда гопи возвращались домой, они оставляли пыль со своих лотосных стоп на мне. И на самом деле, вот наш тилок, это также есть пыль с лотосных стоп гопи. Это Варшана. Варшана, значит, место... Итак, Варшана, это значит, место, называется дождь премы, дождь любви. Потому что здесь постоянно идет вот этот рейн, бесконечный поток невероятной любви Господа. Варшана. Варшана. И Гурдэв говорит, почему Читани Махапрабху проявился в этом мире? Потому что он хотел реализовать настроение Шримати Радарани. Когда он наблюдал за ней, за силой ее любви, он не понимал, как же это возможно? Я своям богаван, а такой вид наслаждения мне недоступен. И тогда он проявился, как Читани Махапрабху, чтобы понять Шримати Радарани. Он принял ее цвет тела и явился в Кали-югу. Итак, вот там выше ей есть Майур Кутир. Это очень прославленное место. И однажды Кришна сказал Радарани, о, любимая, твое лицо как луна, как Чандра. И тогда Радарани, она разозлилась, и она говорит, Чандра, это в смысле ты имел в виду как Чандравали. И она сказала, о, Кришна, ты полностью черный и снаружи, и внутри. И она обиделась на него. Он говорит, нет, я имел в виду, что твое лицо как Чандра, как мун, как луна, такое же прекрасное. Когда солнце поднимается, оно дает очень много света, но на самом деле оно также и дает очень много вот этого, ход, жары, оно жарит. А лунный свет, он охлаждающий, приятный, мягкий. Поэтому я сравнил твое лицо с луной. И на самом деле, Гурдев говорит, вот вы смотрели на луну, и кто там видел лицо, ну, как бы, что в луне проявлено лицо. И вот тут поднимали люди руки, что вот они видели лицо на луне, полное красивое лицо. Ну, и вот таким образом Кришна хотел сказать просто, хотел просто сравнить лицо Шимати Радарани с луной, а Радарани подумала, что он хочет сравнить ее с Чандравали. Поэтому она стала очень-очень-очень, вошла в такой бревнивый гнев. И тогда она сидела там в Майорку Тире, и Кришна пытался к ней там как-то подобраться, но она его ни в какую к себе не подпускала. И тогда Кришна пошел к Лалите и говорит, о, Лалита, скажи, пожалуйста, что же мне делать? Я не знаю, у меня нет никакого шанса. Я не знаю, что мне делать, чтобы Радарани меня простила. Я уже все перепробовал. И тогда Лалита сказала, что Радарани очень любит смотреть, как танцуют павлины. Поэтому прими образ павлина Майора и начни танцевать. И вот там вот наверху как раз и находится вот этот Майор Кутир, где Кришна проявился в форме павлина. Он так прекрасно танцевал, так прекрасно танцевал, что Радарани, она забыла про свой гнев. И она тоже приняла образ павлина, павлинихи, наверное, девочки павлина, я не знаю, как она называется. И они начали танцевать прекрасный танец. И вот это все происходило вот там вот выше, вот там вот. Я не знаю, мы пойдем туда или нет. Вот нам сейчас про это место как раз расскажут. Мы даже представить себе не можем, насколько был прекрасен этот танец. Субтитры сделал DimaTorzok